Всем привет! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о некоторых очень важных вещах. Мы зацепим обновление информации по хардфорку биткоин кэша, поговорим об эфириуме и, конечно же, о биткоине, о его возможном декабрьском ралле. Почему, по мнению известного аналитика, он будет резко расти? Сейчас в верхнем правом углу вылезет опрос. Вы верите, что в этом году мы успеем лицезреть буллран биткоина? Обязательно проголосуйте и мы продолжим. Я понимаю, что слово буллран, бычий забег, to the moon и все остальное заставляет вас чувствовать себя плохо. И я вас прекрасно понимаю, терпеть это безобразие на протяжении почти года ужасно невыносимо. Я ведь в той же лодке, что и вы. Но если мы с вами уже 11 месяцев ведем по этому пути, неужели мы сдадимся? Мы уже так близко к своим целям, столько вещей происходит за кулисами. Ты действительно готов бросить это все? Ралли Санта-Клауса – это декабрьский эффект, который характеризуется сезонным повышением котировок акций в течение декабря. Этот феномен особо ярко выражен в последнюю неделю месяца. Аргументируется такой рост выплатой налогов в конце финансового года, получение бонусов частными инвесторами, которые с удовольствием инвестируют их в традиционные рынки или криптовалюту. Почему биткоин готов к рождественскому сюрпризу? После 11 месяцев медвежьего рынка биткоин потерял две трети от максимальной цены. Тем не менее, флагманская криптовалюта, похоже, находится на краю ралли в конце этого года. Рыночный аналитик площадки eToro признался, что появились первые признаки того, что криптовалюты близки к так называемому декабрьскому эффекту. Существует высокая вероятность того, что мы увидим ралли Санта-Клауса на крипторынке, подытожил Метти. Интересно заметить, что предстоящий хардфорк биткоин кэша аналитик называет катализатором этого ралли, указывая тот факт, что цена биткоин кэша взорвалась в предвкушении 15 ноября, и это привело к росту рыночной капитализации рынка. Забавно, что причиной возможного взрыва криптовалютного рынка могут стать разногласия в сообществе биткоин кэша. В любом случае, огонь не интересуется тем, откуда взялась искра. Этот момент запустит эффект снежного кома. То есть этот человек говорит, что бычий рынок начнется из-за биткоин кэша. Неслыханно! Чудовищно! С каких это пор биткоин кэш управляет рынком? Я что-то пропустил, походу. На самом деле, лично я предполагаю хорошие перспективы для роста биткоина. В том случае, если главной криптовалюте удастся закрепиться выше 200-дневной средней скользящей, что мы уже пытались сделать с 16 октября, но неудачно. Получается, биткоину нужно 7000 долларов одолеть. А последний раз 7000 долларов мы видели в сентябре, более двух месяцев назад. Но если он возьмет 7000, по техническому анализу мы будем находиться в плоскости бычьего рынка. Кроме этого, хорошим бычьим сигналом я считаю позитивную дивергенцию индикатора MACD. А вот она уже присутствует. Если смотреть на долгосрочные индикаторы типа DMI, то тоже видно, что биткоин входит в новую бычью фазу. Небольшое обновление по хардфорку биткоин кэша. Если хотите больше об этом узнать, посмотрите мое видео, ссылка будет в описании. Биржи, которые поддержали хардфорк, но не определившиеся о поддержке одной или обеих цепочек после него. Это OKEX, Binance, Bitforex, Huobi. Биржи, которые поддержали хардфорк и обе цепочки, это всем известные ополыни и Coinbase. Биржи, которые никак не прокомментировали ситуацию и, похоже, просто забившие на это все болт, это DigiFenix, BFenix, HitBTC, BitBank и какой-то DGAC. Я первый раз о таком слышу, если честно говоря. Производитель аппаратных кошельков Ledger заявил о поддержке только доминирующей цепочки после форка. Скорее всего, это будет Bitcoin ABC. Большинство бирж заявили о приостановке депозитов и выводов биткоин кэша незадолго до форка. Ну, так обычно бывает, это не новость. Если вы спрашиваете, стоит ли покупать биткоин кэш сейчас, чтобы провести какие-либо махинации перед форком, я бы рекомендовал воздержаться от такого решения, но не забывайте, что это не финансовый совет. Еще ни в коем случае не пишите где-либо свои приватные ключи. Я это уже говорил, но повторю, потому что я не хочу, чтобы вас кто-то кинул. А то люди почему-то часто на такую ерунду ведутся. Ох уж эти мошенники. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, это Ethereum опять. Проблема технологии Plasma и новая надежда Ethereum под названием Snarks. Plasma это аналогия Lightning Network для масштабирования сети. Разработчики уже создали 5 различных версий протокола, но все идет совсем не так, как планировалось. Поэтому внимание сообщества привлекли криптографические инструменты от команды небезызвестного Zcash. Не буду вдаваться в технические подробности этих протоколов, а сразу перейду к комментариям Бутерина. Виталик написал, что Snarks'ы могут помочь в достижении уровня полтысячи транзакций в секунду в краткосрочной перспективе. Это очень обнадеживает, потому что то, что называют Каспером или Ethereum 2.0, все никак не может родиться. Интеграция этого обновления может занять еще 2 года. Понятное дело, что никто так долго Ethereum ждать не будет, поэтому разработчики ищут более быстрые варианты. Snarks'ы набирают популярность, но скорее всего это происходит лишь потому, что технология может быть внедрена уже в ближайшей перспективе. Все больше людей понимают, каковы ее возможности. Это отличный инструмент масштабирования, которого так не хватает Ethereum. Такие пироги, ребята, эфир изо всех сил пытается спасти себя от неизбежного? Надеюсь, что нет. А что вы думаете по поводу эфира и его попытках спасти свой труп? Как писали в комментариях, это не я сказал. Пишите свои мысли, не стесняйтесь. Завтра в 8 часов вечера выйдет крутой видос, который я достаточно долго делал. Надеюсь на вашу поддержку, лайки, репостики, все дела. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Обязательно комментируйте, переходите по ссылкам в описании на мои ресурсы. Это телеграм, группа ВК и мой мониторинг обменников Exchange Sumo. А меня зовут как всегда Богатейший Ди. Богатейте и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»